Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает По состоянию на 8 апреля в России зарегистрированы 8672 случаи заболевания COVID-19 в 81 регионе За последние сутки было выявлено 1175 новых случаев в 56 регионах страны Большинство из них в Москве 660, при этом 85% заразившихся в столице это люди младше 65 лет За сутки по выздоровлению были выписаны 86 человек, из них 48 в Москве 6 человек выписаны в Краснодарском крае, 5 в Нижегородской области По 3 человека выздоровели в Свердловской и Московской областях, Чеченской республике и Ставропольском крае В Севастополе, республиках Татарстан и Калмыкия по 2 выписанных человека По 1 человеку в 9 регионах страны Это Ленинградская, Липецкая, Волгоградская, Калининградская и Мурманская области Красноярские и Пермские края, Кабардино-Балкарская республика и Ханты-Мансийский автономный округ За весь период в России выздоровели 580 человек Также за сутки было зафиксировано 5 летальных случаев 2 в Московской области, по 1 в Республике Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае Общее количество умерших за весь период 63 человека Сегодня Владимир Путин перед совещанием с главами субъектов Российской Федерации Предложил ряд мер в условиях борьбы с коронавирусом Необходимо обеспечить повышенную готовность всех медучреждений На разворачивание дополнительных коек в стационарах регионам будет выделено более 33 миллиардов рублей Еще более 13 миллиардов рублей на аппараты ИВЛ, реанимобили и автомобили скорой помощи Также 10 миллиардов рублей выделят на дополнительные выплаты медицинским работникам Путин уточнил, что для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией Такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер 50 тысяч рублей Для младшего медицинского персонала 25 тысяч рублей в месяц Доплаты также получат и специалисты, работающие на скорой помощи от 25 до 50 тысяч рублей в месяц Для медицинских работников будут установлены повышенные страховые гарантии по аналогии с военными Также Владимир Путин дал поручение правительству за 5 дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятостей и зарплат Президент России предложил семьям с детьми, где родители лишились работы, дополнительно выплачивать по 3 тысячи рублей на каждого ребенка А всем гражданам, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, выплачивать пособия по безработице в размере мрот Как заявил Сергей Собянин, в Москве выплаты по безработице, а также надбавки на детей по заявлению граждан начнут производить уже с завтрашнего дня Между подачей заявления на получение доплаты решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней и осуществляться исключительно в электронном виде Также мэр Москвы заявил, что в столице в преддействии режима повышенной готовности за распространение коронавируса нельзя останавливать строительство метро, дорог и жилья Ровно как и проекты по благоустройству города Соблюдайте режим самоизоляции, не выходите из дома без крайней необходимости Помогите врачам делать их работу, берегите себя и своих близких